Здравствуйте! Меня зовут Алексей Красиков. Добро пожаловать на мой сайт, на портал Невроза Мегаполиса. Сегодня мы поговорим о том, что просят многие ребята, которые не могут записаться на личное консультирование или на групповую форму работы дистанционную. Это тема, которую я часто озвучивал в моих лекциях предыдущих и обещал снять по этому материал. Вот вы дождались темы «Внутренний конфликт». Если коротко, расскажите об этом, расскажите, как это, почему это, для чего. Сейчас попробую вам рассказать достаточно сложную концепцию о том, что такое внутренний конфликт, но постараюсь это сделать максимально доступно, собственно говоря, так, как я пытаюсь это делать. Подробно о внутренних конфликтах можно найти информацию на моем сайте, особенно в учебнике, но сейчас я постараюсь вам очень детализированно осветить то, что же такое внутренний конфликт. Итак, смотрите, что происходит. К нам приходит клиент с вегетативным напряжением. И с симптоматикой, допустим, уровня навязчивых мыслей, навязчивого поведения. Давайте это и зарисуем. Давайте возьмем... Видно? Нормально? Возьмем нашего клиента. Давайте нарисуем это вот так. Здесь мы напишем симптом. Симптомы. Вот так вот сделаем. А здесь делаем отдельно тело. Телесные симптомы у нас какие? Вегетативные. Начиная с головы, заканчивая ногами. Головокружение, тахикардия, ком в горле, нехватка воздуха, кишечник, мочевой пузырь, кожа и так далее. Телесные. Эмоциональные. Эмоциональные у нас какие могут быть симптомы? Симптоматика. Страх, тревога, суета, беспокойство. И поведенческие. Поведенческие у нас какие симптомы? Избегание или наоборот излишняя активность. Ну вот в принципе два основных. Или ритуалы. Вот у нас есть такие три основных категории невротической природы. Это избегание. Это наоборот что-то такое слишком интенсивное. Либо это такое компульсивное действие ритуалов. Повторение одних и тех же каких-то идей. И вот у нас мы записали в нижней нашей строке вот эти вещи. Вот на самом деле так оно и выглядит. Вот вы с этим и приходите. Вы с этим сидите на форумах. Вы с этим сидите в интернет-группах. И вы крутитесь вот здесь. Давайте нарисуем, что вы крутитесь. Главный психотерапевт страны Борис Дмитриевич как-то назвал это лабиринтом врачебным. Потому что человек здесь ходит по врачам. Он обследуется. Его посылает от невролога к кардиологу. Кардиолога к неврологу. От невролога там еще бог знает куда. И вот давайте человечка нарисуем. Вот тут несчастный этот человечек. Пытаясь найти в себе какую-то болезнь, начинает носиться. Вот вы, собственно говоря, пришли ко мне или к нашим коллегам. Вот с этой проблемой. У вас вот тут свербит, капает, ёкает, стучит телесно, эмоционально, поведенчески плохо. Вот он симптом проявления невроза. Вот оно. Добрый вечер. А теперь смотрите. Видите здесь чистый лист? И вот те, кто сидят на форумах или в интернет-группах, или обсуждают это подробно, они вот так вот и видят проблему. Вот это главное. Они говорят, Лёш, ты у меня вот это убери, пожалуйста, у меня будет все хорошо. А вот теперь включаем звук погромче и слушаем. Кто не хочет, не слушает. И пишет всякие гадости. Сколько хотите. Значит, смотри, что происходит. Берём истоки. Первое, что нужно понять. Есть у каждого человека детство. От нуля до семи лет. От нуля до семи. В этом детстве путём достаточно сложных взаимоотношений. Сейчас у меня не хватит времени объяснить все варианты, но я сейчас приведу пример. Путём сложных взаимоотношений в семье формируются определённые понимания себя. Одним словом формируется личность. Пишем здесь личность. Под личностью я здесь имею систему отношений или систему отношений к этой личности, а к самому себе. Допустим, я глупый или я умный. Или мне не хватает любви. Или все считают, что я глупый. Или я виноват, я плохая, я плохой. Здесь же формируется определённое понимание о том, в целом, это называется ещё объектное отношение в психоаналитических теориях, сел-дифференцированность, там много вариантов, много теорий, но я вам объясню по-простому, что от нуля до семи лет в процессе взаимодействия ребёнка, матери, отца и членов семьи, неважно сейчас, есть они или нет, был папа, не было папа, была мама или не была мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры, вся эта галактика формирует определённое понимание сути вещей, где ребёнок начинает понимать себя определённым образом. Хороший, плохой, умный, глупый, неглупый, формируют некие ценности и некие понятийные аппараты. Иными словами, можно это охарактеризовать как в целом задача. Ну, допустим, я должна всей семье доказать, что я всё-таки умней своей сестры. Или меня вообще-то не за что любить, потому что я плохая дочка. Или меня не за что любить, я плохой сын. Или я глупый сын. Вот у нас формируется у ребёнка такой понятийный аппарат самого себя. Дальше веселей. Смотрите, что происходит. Дальше у ребёнка формируется замечательная вещь под названием стратегия. Стратегия. Стратегия жизни. Смотрите, что я имею в виду здесь. Стратегия жизни, чтобы вам было проще понять, отвечает на вопрос «Как?». Как я буду решать задачи, которые сформированы здесь? Как я буду решать то, что у меня сформировалось в базовых элементах психики? Ну, допустим, если в базовом элементе психики сформировалось убеждение «Я глупый сын?», то стратегия ребёнка будет отвечать на вопрос «Как ты будешь это реализовывать?», что «Я глупый сын?». И вот здесь возникают две компенсаторные стратегические части. Одна плюс, другая минус. Смотрите, стратегии делятся на две части у ребёнка. Позитивная компенсаторная стратегия будет выглядеть как? Он будет стараться всем угодить, он не будет говорить «нет», он будет, знаете, таким хорошим, преданным сотрудником, очень беспокоиться за всё, стараться быть таким прям молодцом. Это будет его положительная или позитивная компенсаторная стратегия, которая имеет, естественно, негативную окраску в виде переутомления, извышенной, повышенной усталости и прочих проблем, которые вы сейчас увидите. И отрицательная компенсаторная стратегия – это избегание. Он будет избегать ситуации, где он может показаться глупым, он может избегать ситуации, где она может получить нелюбовь, она может избегать ситуации социального общения. В общем, вот именно здесь и формируется, вот здесь, формируется основной базис наших поведений. «Избежать» или «усилить». Вот здесь формируются тоже определенные особенности. Кто-то больше избегает. И в будущем это что? Склонности к социофобии, сагорофобии. Кто-то больше интенсивность приобретает, и это больше к неврастении, да, или к такой истерической демонстративности. То есть тут тоже у особенностей личности возникает определенный процесс. И вот у нас созрел человек под названием «Личность». У него есть четкое понимание, кто он, благодаря детским отношениям, которые очень хорошо разбираются в нашей с вами работе. Затем формируются жизненные стратегии, те или иные, которые тоже нужно разобрать. А затем формируется самая моя любимая штука. 23 часа. Спасибо. Формируется моя любимая штука под названием «Жизнь». То есть наш ребенок идет в школу, он взрослеет, он получает первый опыт, начиная с детского садика, заканчивая, ну, начиная даже со школы. И вот наш ребенок уже с готовой стратегией идет в жизнь, где начинает оттачивать эти навыки и стратегии. Путем разных жизненных ситуаций. Он их оттачивает, перестраивает, усиливает, дополняет. С этим багажом он идет дальше в жизнь. Более взрослую, более серьезную, более ответственную. И вот тут-то все и возникает. Смотрите, что происходит. Неврозы – это такая история, которая, в принципе, в нашей практике сталкивается с 18 до 45-50. То есть это вилка активного жизненного периода человека. С 18 примерно, или там с 17, сейчас дети раньше взрослеют, поэтому неврозы помолодели, да? Не потому, что болезнь накрыла. Неврозы помолодели. Да нет. Потому что социальная жизнь этих городов диктует детям то, то, что они раньше взрослеют. Соответственно, они раньше берут на себя больше жизненных обстоятельств, больше жизненной ответственности, больше жизненной ситуаций. Поэтому и конфликт случается раньше. Сейчас вы видите как. Соответственно, невроз – это период активности человека, когда он вступает в эту жизнь и в эти обстоятельства. И вот у человека происходят всевозможные обстоятельства жизни, совершенно разные. Сейчас не столь важно какие. Важно другое. Что как только обстоятельства жизни начнут, кто догадался, противоречить чему? Как только обстоятельства жизни начнут противоречить правильно стратегиям, давайте вот сюда нарисуем, то есть вот здесь обстоятельства жизни будут, а тут, чтобы вы правильно понимали, а тут стратегии. Вот что такое внутренний конфликт. Стратегии, приобретенные в детстве благодаря задачам раннего детства, в реальной жизни противоречат обстоятельствам, которые не решаются либо хронически, либо либо хронически, либо реактивно. То есть вдруг здесь возникает огромнейшее напряжение между стратегией и обстоятельствами, она не решается. В результате чего мой любимый момент формируются защитные психологические механизмы психики под названием симптоматика невроза. Формируются защитные психологические механизмы под названием симптоматика как телесная, так эмоциональная, так и поведенческая. Вопрос, для чего формируется защитный механизм психики? Когда столкнулись личностные задачи, стратегии с жизненными обстоятельствами, зачем формируются защитные механизмы? Отвечаю, для того, чтобы сместить ваше внимание с этих обстоятельств на вот эти. И вы начинаете крутиться вот здесь. Вместо того, чтобы крутиться вот здесь и понимать это, вы это же не понимаете, вы же ко мне пришли вот так, помните? Вы вот так пришли. И вы крутитесь и крутитесь и крутитесь. В этом и есть защита. Потому что опасно вот это и страшно видеть. Потому что мои клиенты на первом этапе, теперь вы как процесс терапии выглядит, на первом этапе вы приходите с этим, как и все. А затем мы плавно начинаем подниматься. плавно-плавно. Сначала жизнь, затем стратегии, а затем видим вот это. А потом бац, и происходит вот так. Остается вот это, с которым я вас оставляю и мы работаем. Вот от этого вас и защищал ваш симптом. Потому что приходится работать с этим. А с этим, дорогие мои, и работают настоящие психотерапевты и психоаналитики. С этим работать не так уж и важно, потому что оно будет меняться. У вас закончатся панические атаки, начнется еще что-нибудь. Закончится еще что-нибудь кишечник, закончится кишечник, я не знаю, еще что-нибудь прорвет. Понимаете? Потому что задача не вот эта. Задача вот эта, а чтобы разрешить внутренний конфликт и понять, как его решить, нужно понять, что а, что за поведенческие и стратегии жизни я выбрала, б, какого фига вообще они у меня сформировались и какие задачи, то есть нам надо заниматься достаточно интересным изучением собственной личности, чтобы понять, как вы создали эти задачи, благодаря чему, понять ваши жизненные стратегии, понять, с чем это столкнулось и как эту систему реконструировать. Тогда здесь все тухнет. Вот у меня сегодня был клиент, да, он говорит, Леша говорит, слушай, вот начал менять, здесь, 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 кое-что, бац, потухло. Почему? Конфликт решил. Решился конфликт, сразу потухло все, он говорит, я всю неделю ходил, покайфовал. Тухнет сразу симптом, как только здесь перестает быть напряжение, потому что мы с ним далеко не один месяц работали над изучением собственных механизмов, которые были нарушены. Теперь смотрите, что такое нарушенный механизм. Я в своих работах называю это системой швейцарские часы. Кто помнит, как работают любые механические часы? Не буду больше рисовать, не хочу. Вспомните, пожалуйста, как выглядят часы механические, ручные. Там есть шестеренки. Я вам хочу сейчас сказать очень важную вещь. по секрету. Ну, условно, да? Если у человека сформировалась система, в которой, то есть, давайте так, по-другому. У любого человека вот эта система сформировалась. Вот эта. Но не у каждого есть невроз, правда? Вы любого сейчас спросите, любой человек, который живет в социуме, у него есть свои детские задачи, свое детство и свои стратегии, как себя вести. Но далеко не у каждого есть панические атаки, агорофобия, навязчивые мысли, вегетативные проблемы. Согласитесь, не у каждого. А у вас есть. Почему? Потому что именно эти задачи, именно эти стратегии столкнулись в конкретных жизненных обстоятельствах, что вызвало противоречия, следовательно, защиты. Теперь смотрите, что с этим делать. Раскрываю вам государственный секрет номер один. А если вы сформировали вот это, оно с вами останется. Вот та система, которую вы заложили, я не могу стереть у вас детство, я не могу переделать детские отношения с мамой, с папой и так далее. Или вернуть их, или что-то изменить. Мы можем только постичь эту систему, понять, как она работает, найти, внимание, найти в ней слабые механизмы, где-то перекручено и шестеренка слишком трется, где-то слишком раскручено и она слишком болтается, где-то слишком близко пластины друг к другу они трутся. Метафора про часы, вспоминайте. То есть, задача не починить эти шестеренки, потому что они работают, они просто работают несинхронно и трутся друг об друга, выделяя слишком много напряжения и слишком сильно конфликтуя с реальностью жизни. Моя задача помочь вам, внимание, потому что потом вопросы будет задавать, помочь вам постичь вашу систему, второе, найти в ней слабые элементы или неправильно работающие, помочь ее реконструировать, не поменять, а реконструировать, где-то подтянуть, где-то ослабить, где-то смазать, дать вам в руки этот инструментарий, чтобы вы в дальнейшем сами без помощи психотерапевта могли подкручивать, когда необходимо и смазывать, потому что сто процентов пройдет год, два, три, вы же живете, у вас всегда будут какие-то обстоятельства, чувствуете, где-то напряжение поднялось, вернулись сюда, сказали, а я помню, Леша там говорил, значит, это и это, какие-то упражнения у вас остались, у вас это в памяти, сразу взяли, а когнитивную технику сюда как раз и применили, все хорошо наладилось, может быть, не потребуется вам 10 лет, 15 лет, но, поверьте, в жизни бывает всякое, и вы должны иметь этот инструментарий, потому что на сто процентов реконструировать систему, чтобы она никогда не терлась, но это вам надо реконструироваться и улететь в Гватемалу, понимаете, и выращивать кофе и жить там без денег, вы, если будете жить в городах, вы по-любому будете соприкасаться с определенными обстоятельствами, которые могут войти в трение, ваша задача научиться самому себе помогать определенными техниками, которые дают вам навык реконструирования интерпретации ситуации, чтобы шестеренки не терлись, чтобы вы не затягивали болты свои в системе или слишком не разбалтывали, чтобы они шатались. Вот главный секрет того процесса, который называется психотерапия. Понятно? То есть, наша задача именно понять, как работает эта система и научиться ее самому реконструировать. Тогда вы будете без симптоматики невротической. если где-то что-то у вас начнет тереться или тревожить или беспокоиться, берете и говорите ага, что-то не так, что за ситуация, мое отношение, мысли, эмоции, поведение, где, что не так, ага, здесь я переборщила, да, действительно. Все, убрали, никаких проблем не будет. Вот и вся моя задача. Кажется, легко, на самом деле на это может уйти приличное время, потому что пока вот это все поймем, пока мы все это изучим, пока мы все это научимся реконструировать, и на это может уходить определенное время. Спрашивают сколько? По-разному. Ну, планируйте там от месяца до года. Все люди разные, 3-4 месяца может быть, поэтому это не делается вот так с кондычка. С кондычка можно научить вас не бояться, допустим, симптома, там, паническую атаку. Это маленький симптомчик в целого невротической проблемы. Или там агорофобия. Но за этим, за всем стоит вот эта главная проблема. Я вам даю зуб, что если вы просто начнете применять просто какие-то техники, там, даже той же когнитивной терапии или любой другой терапевтической модальности или фармакологии и начнете глушить вот эту проблему, вот это-то вы же не поменяли. Оно же есть. Оно по-любому сюда вылезет. Вот, ну, по-любому. В той или иной интерпретации. Либо в телесной, либо в эмоциональной, либо в поведенческой. Вы будете говорить, мне не помогает ничего. Доктора уроды, психотерапевты, значит, козлы, потому что деньги дерут. Конечно, дерут, потому что вы работаете не туда, потому что вы пытаетесь крутиться по симптомам. Возвращаетесь на ваши форумы, любимые, пытаетесь найти чудо-таблетку какую-нибудь, пытаетесь чудо-траву выпить, понимаете, потому что не решаете главную проблему. Вы не видите центральную тему конфликта, вы не видите механизма, по которому он работает. Вот что такое когнитивно-аналитическая психотерапия, и вот что такое внутренний конфликт. Я надеюсь, вам стало более понятно. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok